Сегодня 10 счастливых семей стали обладателями ключей от новых квартир. Заветные жилые метры они получили по программе переселения из аварийного жилого фонда, которую реализует фонд реформирования ЖКХ. Новый адрес прописки – улица Первомайская, 26. Глава администрации города Олег Черевко стал первым гостем у новоселов. По еще пока пустым квартирам прошлась и наша съемочная группа. Слово Дарьи Самородовой. Сегодня в Лабытнангах заселена еще одна новостройка по улице Первомайская, 26. Новоселами стали 10 семей. Они переселены из аварийного жилья. Альфия Загриева, первая из пришедших, получила заветную связку ключей из рук главы администрации города Олега Черевко. Как призналась женщина, позже это был самый волнительный момент. Сегодня у нас получает ключи Загриева Альфия Ахмедовна. Подойдите, пожалуйста. Я с огромным удовольствием обручаю эти ключи, надеюсь, что жилье не пропадает вашей надеждой. Я думаю, вам будет там жить хорошо и комфортно. Мечта переехать новую квартиру осуществилась после 34 лет жизни в доме с прогнившими полами и пустыми холодными стенами, которая насчитывала три комнаты общей площадью 48 квадратных метров. Теперь Альфия Загриева – законная хозяйка новенькой двушки в 55 квадратов. Кстати, за лишнюю жилплощадь и чистовую отделку доплачивать не придется. Жила я по Ленину 20, но что я хочу сказать, я там прожила 34 года, трехкомнатная квартира у меня там была. Я хочу сказать, что квартира была очень теплая. Конечно, хотелось бы, чтобы здесь было также тепло. Но по сравнению комнаты поменьше, конечно, хотя и метраж больше, чем в той квартире, там 48, здесь 55. Но, тем не менее, здесь за счет туалетов, по-видимому, там мы все сами делали, подводили, как говорится, и канализацию, и все. А здесь будем надеяться, что все-таки застройщики в должном сделали. Не будет никаких нареканий. Трехэтажный 30-квартирный дом, построенный предприятием «Ямалстройгрупп» по программе фонда реформирования ЖКХ, получился комфортным, с просторными квартирами и интересной планировкой. Дом оборудован приборами учета по всем видам коммунальных услуг. В каждой квартире разводка для подключения телефона и интернета. Пластиковые окна, металлические входные двери, натяжные потолки, на полу ламинат. Кухни и санузлы оснащены водонагревателями, подъезды оборудованы пандусами. В общем, здесь созданы все необходимые условия для комфортного проживания. При участии фонда начинает строиться несколько домов на улице Гагарина на сегодняшний день. Я думаю, что эти кварталы, которые здесь находятся у нас в рамках улицы Гагарина, 1-майской, мы будем застраивать, начиная уже с конца этого года. Подрядчики уже определены, сейчас проходит проект планировок, и мы будем строить дальше в этом городе. Возможности и планы окружного фонда жилищного строительства, конечно, радуют главу администрации города Олега Черевко. По этому полугодию результаты у нас хорошие. Вот это вот мы ввели 4-й дом 15 мая. У нас совокупные квадратные метры 8 тысяч. В принципе, план у нас 14, осталось немного, поэтому те показатели, которые мы для себя ставили, на 14-й год, они будут полностью исполнены. Я в этом абсолютно уверен и надеюсь, что взятые на себя обязательства в целом по программе мы будем исполнять из года в год. 10 семей уже получили ключи от квартир новостройки в центре города. Очередь передвигается. В ближайшее время жители других аварийных домов переедут в светлые и новые квартиры. В рамках этой программы муниципальное образование город Лабытнанге планюрит переселить 84 семьи за счет средств фонда реформирования ЖКХ, за счет средств окружных средств, за счет местного бюджета. Более 288 миллионов израсходовано денежных средств. В ближайшее время мы планюрим заселение все 4 дома. Это 58 семей по этой программе. И на следующей неделе потихоньку будем заселять граждан также с аварийных домов по программе фонда жилищного строительства. В 4 вот этих прекрасных дома мы планируем в ближайшее время заселить 148 семей. Чуть позже во дворах заасфальтируют дороги. Появится детский игровой комплекс и зеленые насаждения. В дальнейшем сохранение построенного и создание уюта будет зависеть от самих жильцов, отмечающих новоселье по улице Первомайская, 26. Дарья Самородова, Александр Чирва. Программа «Время местное».